Дорогие друзья, всем привет! Новый выпуск на нашем канале. Сегодня по вашим многочисленным просьбам я разберу случай, который произошел на Одесской железной дороге, на небольшой промежуточной станции Користовка, когда по критическому стечению множества факторов лоб в лоб сталкиваются два пассажирских поезда. Как обычно, все обстоятельства и причины этого случая мы разбираем в этом выпуске. Поехали! Уверен, что многие мои уважаемые зрители, путешествуя по разным городам, делают себе небольшой и вкусный перекус в заведениях стритфуда. Но немногие знают, насколько это прибыльный бизнес, который можно открыть быстро и без лишних хлопот. Есть проверенный и надежный вариант – чебурекми. Международная франшиза и лидер российского рынка стритфуда. Ребята уже открыли более 400 точек в 12 странах и знают, как запустить бизнес, который точно работает и приносит прибыль. Но почему стритфуд, спросите вы? Дело в том, что люди все чаще выбирают быстрое питание по доступной цене, а сети стритфуда растут на 7-9% в год. Им предлагают знакомый с детства сочный, вкусный и хрустящий чебурек. Что еще нужно для счастья и приятного аппетита? Для тех, кто думает о запуске своего первого бизнеса, но сомневается или боится сделать первый шаг, ребята из чебурекми предлагают открыться по франшизе. Управляющий компания не только позволит вам использовать свой товарный знак, а просто за руку приведет к реальному результату. И это не просто слова, а доказанные реальностью факт. У чебурекми более 400 работающих точек по всей России. В чебуреке свободная и прибыльная ниша, так как 90% из того, что сейчас есть в стритфуде, уже просто приелось людям. Ребята обучат вас правильно вести бизнес, будут буквально сопровождать на каждом этапе. Если не получится, вам просто вернут деньги. Рентабельность бизнеса с чебурекми составляет 35%. За счет регулярного маркетинга и качественного продукта партнеры делают выручку от 500 тысяч рублей в месяц. А для всех, кто открывает бизнес в октябре – суперакция. При покупке одной точки скидка на вторую будет составлять 50%. Стройте прибыльный бизнес вместе с лидерами рынка. Все подробности по ссылке в описании под этим видео. Этот случай произошел 6 ноября 1986 года. За день до трагедии локомотивная бригада в составе машиниста Галущенко и помощника машиниста Шишко приходят на свой законный выходной. Перед этим выходным они отработали подряд две ночные смены, и они очень устали. 5 ноября они начинают отдыхать. Но даже не успев немного отдохнуть, 5 ноября днем к ним поступает телефонный звонок с работы с просьбой выйти еще на одну ночную смену. В ночь с 5 на 6 ноября 1986 года. На рейс поезда номер 635 с общением Кривой Рог Киев. И машинист и помощник не могут отказать в просьбе руководству и соглашаются выйти на работу на этот рейс. Вечером 5 ноября локомотивная бригада, машинист и помощник прибывают в пункт заступления и начинают свою работу. Они принимают свой локомотив ЧС-4, все проверяют и прицепляются к пассажирским вагонам поезда номер 635 сообщением Кривой Рог Киев. На пути между Кривым Рогом и станцией Користовка у них находилась промежуточная станция пятихатки, где машинист попросил помощника подменить его. Они по сути просто меняются местами. Помощник машиниста, который имел право управления локомотивом, садится на место машиниста, а сам машинист на место помощника. И из-за сильнейшей усталости, сонливости, из-за того, что машинист не выспался, он просто засыпает на своем рабочем месте, то есть на месте помощника. И с этого момента локомотивом управляет только один помощник машиниста, который тоже не выспался и тоже имеет очень сильную сонливость. До станции Користовка остается буквально несколько километров. В это же самое время прямо навстречу нашему пассажирскому поезду номер 635 следует другой пассажирский поезд номер 38 с сообщением Киев-Донецк. И по сути станция Користовка находится прямо посередине между этими поездами, где у них должно было бы произойти так называемый разъезд. И здесь, к сожалению, по этому случаю в архивных материалах нет информации, должны ли эти поезда останавливаться на этой станции для посадки и высадки пассажиров. Но я думаю, что это не суть. Тем не менее, дежурная по станции Користовка, когда эти поезда уже приближаются к станции, принимает решение пустить поезд номер 635 на боковой путь, а поезд номер 38, который следует ему навстречу, пустить по главному пути. И дежурная по станции начинает готовить маршрут. В 2 часа 55 минут ночи помощник машиниста поезда номер 635 «Шишко», тот самый, который подменил спящего машиниста, при приближении к станции Користовка видит перед собой два желтых огня входного светофора. Это значит, что поезд будет следовать с отклонением по стрелочному переводу. Следующий маршрутный светофор на боковом пути для них, красный, закрыт. Помощник машиниста снижает скорость поезда до 30 км в час и въезжает на боковой путь. Здесь следует учитывать, что боковой путь станции Користовка в то время не был оборудован системой АЛАСН. Это значит, что в кабине машиниста на локомотивном светофоре постоянно горел белый сигнал. Но из-за того, что помощник машиниста, точно так же, как и машинист, был не выспавшийся, уставший, сонный, при следовании по боковому пути он попросту засыпает и не отвечает на вызовы дежурной по станции. До красного светофора остается буквально несколько сотен метров. Пассажирский поезд номер 635 проезжает запрещающий сигнал маршрутного светофора. Буквально через несколько секунд он зарезает стрелочный перевод и выезжает прямо в лоб на второй главный путь, где на них несется скорый поезд номер 38, машинист которого в кабине управления замечает смену сигнала локомотивного светофора с разрешающего на запрещающий. Он видит перед собой яркий прожектор встречного поезда, применяя текстное торможение, но по понятным причинам из-за высокой скорости тормозного пути не хватает и происходит лобовое столкновение этих двух пассажирских поездов. В результате лобового столкновения в этой катастрофе погибает 44 пассажира. Более 100 человек пострадали. Уничтожены полностью два локомотива ЧС-4, а также по несколько вагонов обоих поездов. Локомотивные бригады этих поездов чудом выживают в этой катастрофе. И виновными признаются машинист и помощник поезда номер 635, который и уснули в кабине управления. Они получают, соответственно, по 12 и 15 лет лишения свободы. К этой же теме свелась и наша беседа с одним из виновников крушения в Користовке, бывшим помощником машиниста Анатолием Шишкой. После тройночной поездки я днем отдыхнул, ночью опять поехал поезд. Поехали до пятихаток, стыковой назад. Через некоторое время взяли на поле 635. И за это время, сколько там было, мне не отдохнувши. Не было воздуха. Подождали поле, и назад приехали. И это все сказалось на том, к чему привыла я там. Выходные дают сама с наградкой. У нас нету, конечно, воскресенье, суббота. А у нас у нас наградка нету, ни праздничной, никаких. Работаем сама с наградкой. Когда припадет, куда ехать, куда едет. А как урочные бывают? Ну, проработка бывает сверхурочная. Надо в месяц, например, работать в 178 часов. А мы пора работаем по 20, по 210. А это сказывается на моральном университете человеку. На физическом. Один из потерпевших стал задавал вопрос председателю суда от имени всех потерпевших. А почему же у нас ко мне подсудимы, только находятся два человека? Знаете, в этом только наша вина. Сейчас я хочу вам процитировать мнение машиниста-инструктора, который работал в депо именно той локомотивной бригады. Его мнение по всей этой ситуации, почему они уснули. А почему ребята уснули? Да, это все понятно. Перед поездкой они работали две ночи подряд. И отдохнув день дома, снова были вызваны в поездку уже на третью ночь, как я и говорил. В эту ночь, доехав до пункта оборота, они практически не отдохнув, были подняты под пассажирский поезд обратно. Вот и случилась беда. Я понимаю бригаду. Можно было, конечно, и отказаться, но в среде локомотивщиков это не принято. А в те времена вообще в отказе не могло быть и речи. Помощник машиниста, который находился за пультом управления в тот злополучный момент, жил с семьей и с двумя маленькими детьми в съемной однокомнатной квартире. Какой там мог быть полноценный отдых перед третьей ночью? Конечно, ответственности с локомотивной бригадой никто и не снимал и не собирается. Но некоторые другие работники и руководители тоже должны быть привлечены к ответственности. Ограничить столько служебными взысканиями. А локомотивная бригада получила 15 и 12 лет заключения, соответственно. По себе помню, боролись со сном как могли. И крепкий чай, и разговоры, и просто уже стоя ехали. Но было очень тяжело. Как-то мы едем грузовым поездом. Время предутреннее, часа 4 утра. Держусь за пультом, как могу. Вижу проходной зеленый. Вот сейчас проследуем длинный мост через большую реку. Там спуск и станция. А перед ней переезд. Открываю глаза, а мы уже на переезде. Хорошо, что все зеленые горят. Как отключился, я просто не помню. Помощник, видимо, тоже не помнит. Заканчивалась вторая ночь работы. Дорогие друзья, я благодарю, что досмотрели до конца этот выпуск. Обязательно пишите мнение по этой ситуации, оценивайте видео. И напишите в комментариях, какой следующий выпуск, какой разбор снять для вас. Ну и телеграм тоже не забудьте подписаться. Всем спасибо, счастливо, пока. Дорогие друзья, минуточку внимания. По вашим заявкам я провожу еще один конкурс у себя в телеграм-канале. И мы в этот раз разыгрываем то же самое, что и в прошлый раз. Значок с поездом, брелок с поездом, магнитик на холодильник тоже с поездом. Чтобы участвовать, подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Под постом с конкурсом нужно будет нажать кнопку «Принять участие». Пост найдете в телеграм-канале. Полистаете вверх-вниз, там увидите. И все, и по трандомайзер через несколько дней выберет победителя. Кому я отправлю бесплатно, ничего платить не нужно. По почте вот такие вот подарочки. Будет три победителя. Три. Три. Все, пока.